всем привет вот нарыл такой ресурсик небольшой здесь здесь можно сказать игра для программиста но так и написано the elevator programming game вот игра для программистов здесь java скрипт мы видим и что тут надо делать есть различные уровни и нужно управлять лифтами данном случае один лифт на втором уровне тоже один лифт я по моему два лифта только что точнее два уровня прошел вот 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 ну просто небольшой обзорчик да нужно управлять лифтами есть задачи вот на текущий уровень установлена задачка транспортировать 15 человек за 60 секунд или меньше вот это все нам делать надо непосредственно в браузере ну что у нас тут давайте еще есть есть help есть документейшн и вики and solution то есть вики какая-то и решение так документейшн и docs документейшн просто описаны основы вот дальше 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 документация здесь не так уж много функций функционала но тем не менее его достаточно чтобы потренироваться сделать или хитрые алгоритмы вот 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 и вики and чё там and solutions до решения так solution page так и вот здесь мы видим какие-то решения я парочку из них просто классного посмотрел ну давайте вот не знаю вот этот какой-то там исходные коды вот решение 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 чего наверное всех уровней или вот 17 это наверное а наверное да вот здесь еще написано для первого седьмого уровня здесь для первого двенадцатого первого шестнадцатого 18 наверное 18 не максимально нет вот 20 для уровня 17 наверное 18 они вот челлендж 19 есть но сколько здесь уровней не знаю может быть может быть по 6 тысяч транспорт этих людей транспортировали ну да ладно вот то есть все все происходит вот здесь мы должны написать ну давайте вот в качестве примера кстати вот здесь есть две функции и нет и апдейт ну в апдейте написано что обычно она не используется но не используется да и ладно я как бы здесь решение придумывать не буду я вам просто вкратце покажу возможно вас заинтересует и так давайте давайте вот можно увеличить скорость давайте нажмем старт вот пришел человечек а наш 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 наша функция нет которая постоянно вызывается она говорит лифту есть на нулевой этаж ведь на первый этаж на нулевой этаж на первый этаж и вот так вот лифт ездит туда-сюда но на втором этаже вот тоже есть человечек и его как бы тоже надо бы забрать можно вот это все добро ускорить вот и и и файлы почему файлы потому что 60 секунд прошло вот здесь мы видим только 10 человек мы перевезли вот 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 среднее время так понимаю на человечка затраченная так restart это перезапускает уровень есть ну теперь давайте давайте просто небольшое такой такой этот напишем но улучшим скажем так этот скрипт и на этом и закончим да кстати как дебажится но дебажится насколько я понял ничего сложного здесь нету здесь нужно в данном случае мне хром да и я в опции иду мо тулс и девелопер тулс и девелопер тулс у нас здесь открывается и вот здесь у нас есть консоль вот в эту консоль можно бросать всякие там сообщения насколько я помню в java скрипте это у нас был отчет окон соль . лог и мы тут что-то там могли писать вот так hello так давайте запустим еще раз старт а где хэллоу хэллоу нету пауз а надо и плане нажать вот и плай вот и вот вы мы видим хеллоу вот выводится хеллоу вот есть ну теперь 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 давайте напишем что-то куда небольшую улучшим скажем так тут помимо одного лифта можем могут быть еще несколько лифтов вот лифты приходят вот и насколько понял вот у нас есть массивчик и это количество и так понимаю этих этажей это тоже по моему массив чё там документации сказано но я думаю в документации вы почитайте чтобы я не тратил время а мы сейчас попробуем улучшить вот этот скрипт и давайте получим так как это массивы получим количество нам number of elevaters количество этих лифтов tors.leng тихо кроме всего прочего нам надо еще получить количество этажей number of floors вот так вот получим количество для чего для того чтобы это все добро зациклить дальше чё у нас там еще есть подождите по функциям но у нас есть отправить на лифт а также у нас и есть 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 еще дополнительный параметр в этой функции go to floor к примеру true это говорит сделать и такую в первую очередь так дальше остановить лифт узнать текущий этаж вот ну и куча лот-фактор есть максимальное количество пассажиров в лифте потому что лифты и такое могут быть разными вот вот можно я смотрю еще получить какую кнопку какую кнопку я так понимаю нажал пассажир так ладно лот-фактор мы получаем загрузку лифта то есть ноль означает пусто единичка означает полная это от нуля до единички вот это вещественное число хорошо так лот-фактор вот фактор давайте и так давайте еще и напишем в это добро на консоль чтобы на консоль ну напишем количество количество лифтов и через две точки количество этажей вот вот таким вот образом теперь теперь нам нужно ну я так думаю цикл первый который будет пробегаться по всем лифтам которые есть а цикл второй который будет перемещать вот на каждой итерации на определенный этаж но не на определенный этаж а на какое-то значение и который будет увеличиваться сейчас это быстренько напишу чтобы не тратить время и посмотрим что получилось и так вот что у меня получилось кстати если мы допустим к примеру ошибку какую-то вот такую и нажмем apply там и сразу вот здесь получим ошибку ну описание ошибки что этот объект не найденный вот здесь куча всего так как как тут эту консоль очищать клир клир вот и так что я здесь делаю я получаю количество этажей количество ой количество лифтов количество этажей и в первом цикле бегаю пока по массиву лифтов вот а во втором цикле пробегаю по всем этажам то есть на каждом этаже я говорю что 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 надо куда-то ехать вот данном случае там тоже идет проверка get preset force функции если было какое-то событие то 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 мы едем 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 вот дальше 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 иначе я смотрю если лифт пустой то я спускаюсь на нижний этаж на самый самый первый иначе если лифт не пустой и ничего никто там не нажимал то мы двигаемся по порядку то есть это будет 0 1 2 там 0 1 2 вот вот так вот ну давайте давайте запустим apply и вот смотрите был нажат на второй этаж сейчас сейчас куда нажмет вот этот на первый был нажат и на второй был нажат вот этот пустой но здесь надо улучшить потому что они не не все нормально так куда этот нажал этот на нулевой нажал вот дальше забежал этот на второй нажал то здесь идет реакция мы едем на тем этажей куда как бы люди понажимали да вот но в принципе давайте пройдем так смотрите первый уровень прошли транспортировали 15 человек за 52 секунды наверное можно было бы улучшить этот скрипт и быстрее транспортировать следующий уровень следующем уровне у нас 4 ну проверим работоспособность вот этого простого скрипта запускаем здесь 20 человек за 60 секунд нужно ого за 59 секунд чуть-чуть еще чуть-чуть бы и не успели хорошо теперь третий уровень 23 человека за 60 секунд лифт уже побольше запускаем пройдет не пройдет прошел 24 человека за 57 секунд нормально вот два лифта пройдет не пройдет ну наверное он уже на этом уровне а может и пройдет давайте попробуем увеличить скорость и запустим вот наш лифт файл 28 а я 23 может быть нужно улучшить может быть нужно улучшить но задачка управления лифтом не такая уж и простая как кажется особенно если этих лифтов много и особенно если там ну ну даже не знаю что тут особенное нужно отталкиваться от того куда едут пассажиры вот вот интересно get preset floor что он возвращает текущий да а я понял это скорее всего массив возвращает куда были нажаты вот соответственно соответственно скорее всего надо по нему пробежаться потому что пять человек может нажать к примеру на седьмой этаж один человек на третий то наверное наверное все таки надо на третьем высадить потом ехать вот да 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 потому что к примеру смотрите пять человек может пять 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 человек может ну то здесь надо наверно приоритет выставлять Да, смотрите, ситуация может быть обратная 5 человек нажимает Нет, сначала первый человек нажимает на 7 этаж А потом 5 человек нажимает на 3 То по-хорошему при этой логике Мы сначала поедем на 7, а потом наверное на 3 А по-хорошему надо бы все-таки здесь по порядку ехать Сначала на 3, потом возможно кто-то на 4 нажал, ну и так далее Ну короче, результат, блин Ресурс довольно интересный, простенький, оформлено неплохо И можно потренироваться, управлять лифтами Плюс вспомнить, что такое JavaScript Ну и все такое Ну и по возможности использовать все, что здесь есть Ну а на сегодня все с обзорами И вот, поэтому всем спасибо за внимание Подписываемся, чтобы не пропустить новое видео Делимся, комментируем, ставим лайки И все так вот Всем спасибо за внимание, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok